здравствуйте ребята сегодня вместе с вами рассмотрим наиболее частые следы которые оставляет человек после себя и затронем такую интересную науку как физика конечно вы слышали об этой науки изучающие окружающий мир с его различных свойств даже нашем условии физика физический то есть определение того что что-то можно потрогать у него имеет форма обладает свойствами и он существует наш состоит и существует какой-то материи окружающей нас мире и физика изучает свойства разных предметов и характеристик как они влияют друг на друга и каким способом влияет на человеку вы знаете что среди и физических явлений есть опасные и полезные и даже то что может быть временно и полезным и опасным примером как шум музыка придает нам радость но может принести и ужасные последствия давая нам неприятные чувства усталости и многом другом а как нас зачастую болят уши от чрезмерного шума физика изучает эти явления которые созданы природой и доплате до молекулярном уровне и может посчитать какое же количество веществ будет вредно для человека и первым давайте рассмотрим что же у нас является шум шумовое загрязнение наиболее частое которое встречаетесь у нас в школе каждая выйдя на переменную ощущает ужасный звук особенно вечером решившись отдохнуть вдруг не устаете от невозможности что-то сделать так как вас переполняет шум и в данном ролике вместе с вами давайте посмотрим его в течение эволюции мы привыкли что резкий шум это угроза мы вскакиваем мышцы напрягаются стрессовые гормоны выбрасываются в кровь и вот мы уже готовы бороться за свою жизнь в природной среде такие события случаются редко и не продолжаются долго упало дерево напал хищник закричал соплеменник но что касается города город это децибеловый ад здесь человеческое сознание сталкивается с таким напором шума какой просто невозможно переварить мышцы уже не расслабляются они всегда в напряжении стрессовые гормоны повышены постоянно нервное напряжение кажется нормой это хронический стресс и вызван он шумовым загрязнением до шумовым загрязнением это официальный термин используемый воз возьмем например не самый загрязненный город москву большинство ее улиц имеет уровень шума выше 60 децибел в центре доходит до 90 а в метро до 110 согласно данным всемирной организации здравоохранения всего полчаса в таких условиях значительно повреждает слух это настолько ненатуральный уровень шума что у людей даже уши не выдерживают данных по россии я не нашел но в сша каждый четвертый человек страдает частичной потерей слуха исключительно из-за городского шума четверть всех людей чтобы узнать какой уровень шума вокруг вас можно воспользоваться любым приложением для смартфона вот например какие показатели в моем городе многие до сих пор почему то думают что мы привыкли к городскому шуму но это как бить человека по лицу и надеяться что однажды он привыкнет к ударам так это не работает всю историю человечества мы жили в тихих условиях такой шум для нас не просто непривычен он губителен например дети живущие в шумных районах имеют ускоренное сердцебиение также они медленнее думают их уже обучаются речи впрочем на детях все не останавливается только в западной европе ежегодно 16 тысяч человек умирает от болезней связанных с шумовым загрязнением города нравится нам это или нет но мы живем в очень токсичной среде поэтому можно очень долго рассказывать о том как повышаются стрессовые гормоны кровяное давление риск сердечно-сугистых заболеваний как люди живущие у дорог и аэропортов чаще страдают от депрессии и тревожности как быстрее других набирают вес и больше болеют диабетом но давайте лучше обсудим что с этим делать поскольку мы создали для себя очень необычные условия решать эту проблему тоже придется необычными способами во первых инвестируйте в шумоподавляющие наушники это почти обязательно если вы часто бываете в метро работаете недалеко от шоссе или аэропорта музыку слушать я не рекомендую но если очень хочется делайте ее максимально тихой во вторых ночью используйте беруши согласно научным исследованиям такая практика может значительно улучшить качество сна в третьих не ограничивайтесь просто тишиной включайте расслабляющие природные звуки и гуляйте в лесу из последних данных мы знаем что после стрессового дня именно музыка природы восстанавливает быстрее всего в четвертых избавьтесь от шума в своем доме современные технологии предлагают очень удобные но при этом довольно дорогие решения например особую мебель или специальный пол который поглощает шум если же такие решения не для вас то достаточно расстелить ковры закрыть окна в некоторых случаях установить на них решетки и наконец в пятых попробуйте обратиться к властям согласно санпином шум вашей квартире ни в коем случае не должен превышать 55 децибел днем и 45 ночью поэтому чисто теоретически вы вправе жаловаться однако это конечно поможет не всегда поэтому если у вас есть разрешение посадите деревья за окном или поставьте забор главное не забывайте приглядывать за своим телом это единственное место в котором вам придется жить честь и удачу этот канал создается благодаря поддержке добрых людей на патреоне спасибо вам друзья имена наиболее активно итак мы вели большой ролик увидели насколько опасен шум и как с ним бороться весьма вредно сложно поможет вам это первых различных избегания создания материалов который будет дом счетов деревья который будет разбивать волну звук шум он распространяется природе виде волны но как любую волну вы видели ли можно разбить и успокоить использовать различные устройства сейчас даже на рынке можно купить специальные шумоподавительные устройства которые будут которые активно гасят чрезмерный шум и обеспечиваясь тишиной также рекомендую установить на свой телефон простой шумометр позволит вам понять что сколько времени вам стоит находиться данном помещении и не пора ли одеть уши беруши или на шумоподавляющие наушники на голову чтобы избежать чрезмерного угрозы остаться без слуха и одно тоже очень важное решение это объяснить показывает всем людям что тишина она полезна для всех и чаешь чем шумнее становится тем наступает больше проблем разной физиологии вплоть до потери слуха рядом с и шумом зачастую ходит еще один и родственник и последователь данного явления это вибрация а нас тоже может сражаться и шумом работы техникой и даже на далеких расстоянных мы можем почувствовать проходя особенно тяжелой машины железнодорожной работы дорожная работа мы чувствуем вибрацию эту неприятного действия она тоже может появлять неприятные последствия она разрушает дома может свою технику из строя может причиной стресса а также неприятных ощущений которые могут весьма испугать вплоть до зачастую чрезмерное количество вибрации повреждения костей и суставов так как они начинают активную сильную нагрузку поэтому от вибрации тоже нужно наблюдать и на из присматривать поможет это тоже но установить на телефон зачастую можно приложение виброметра который позволит это при первых почувствовать при движении землетрясения а также посмотреть что же является причиной неприятной вибрации которая может оказываться внутри дома ведь эти вибрации могут быть говорить и не только обе работах но и подземных реках и весьма угрозе жизни если вовремя замечать и вибрационное сгрязнение то можно весьма эффективно спастись и увеличить себя качество жизни также работая с дребезжащими активными машинами вибрации может все травмы головного мозга сотрясение мозга каждый вас чувствовал и если а когда кто-то из вас оказывался не очень ровной дороги в транспорте и прочувствовал себе это ужасно колебание тряску от которой потом ужасно болит голова и теряются все силы именно повышение качества дорог чтобы не были довольно гладкие это качество машин и прим с предмещения чтобы изменить чтобы не сильно не нагружать свое тело и голову керезьмерной вибрации который может привести даже серьезным заболеванием травмам даже травмам головного мозга поэтому весьма нужно внимательно подходить и сак стараться за следить а также не забывайте что вибрация и тряска может разрушить целое здание и оставить где без дома следующий этап это тоже аспект создал именно человек вот три шум вибрация 100 возгрызение создано физические сгрызение созданное человека стоит сгрызнение весьма неприятная вещь которая тоже повышает уровень стресса а также приводит тому что нарушается суточные ритмы у животных растений что приводит весьма плачевным результатом и даже страдают многие профессии примеру как различные люди которые занимаются наблюдением за небесными телом астрономы из-за они теряет возможно наблюдать за звездами ведь чрезмерным светом окружающих фонарей иллюминации пересвечивается небо которое создает своеобразный купол который отгораживает нас от яркого звездного неба и давайте поподробнее посмотрим еще один ролик как раз небольшой где нам раскрывается часть и особенности светового загрязнения разных цифрах как видите источники 100 возгрызения это автомобили ком освещение домов это уличное освещение и различные подсветки личного устройства это бордюров рекламных счетов и так загрязнительная ценовая проблема города и промышленных комплексов представляете купол достигает 100 до 60 километров и чем же она опасна итак выработка металл анонина гормон который снизится ночью обеспечить цикл слоя снороза и препятствует образование раковых клеток во первых мы плохо спим это влияет на уровень раковых заболеваний и весьма может привести серьезным проблемам мы теряем вялость и чается также сбивается миграция животных из цикла размножения животные путаются времена года из-за чего могут провести серьезные угрозы для целых популяций животных а также летя на свет солнца не на свет солнца свет городов многие животные также насекомые сбивается и разбивается от окна больших освещенных зданий и гибнут в их лучах 30 насекомых также гибнут и растения уничтожает составе воды то чего начинается замор рыбы и что же нам делать вы скажете да зачастую мы не можем полностью отказаться от иллюминации так она см может поддерживать жизнь и безопасность городе но мы можем снизить эту нагрузку используя датчики движения чтобы улица освещалась тогда когда они кто-то побывает бывает оказывается человек либо машина используя правильный световой цвет подбирая не тот свой режим света которым наименьше будет влиять на животных используя светоотражательных отражательные системы за место фонарей нет их местах дороги чувствую им по обработке целых зданий специально светоотражающим веществом тем самым делая их более заметным и мешая количество и энергозатрат если утребовалось насыщение с помощью фонаря а также за счет за счет снижения из того грязни за навески ночное время старайтесь закрывать за на занавешивать плотными шторами и жалюзями свои окна для того чтобы как можно меньше света сгрязняющим попадала окружающую среду и многих элементов помогающие нам использоваться а чтобы бороться с чрезмерно световым загрязнением для меры для здоровья человека используйте то же самые шторы которые будут плотно закрывать это отрезать лишний свет маски для глаз которые будут сегодня ночью и регулировать освещение поможет освещением вам тоже устройство которое называется люкс метры который измеряется твое уровень светового излучения некоторые из них даже можно установить следить на телефон тем самым используя свой телефон как устройство для обеспечения также можно посмотреть и нормативы по люкс по люксам которые необходимые для освещения в доме это ведь нужно учитывать что чрезмерное освещение вредно от него устают глаза но и но и недостаток света в тоже может ввести и серьезным проблемам и поэтому стараться именно использовать эту таблицу вы можете использовать таблицу из запомнить записать себе и проверить у себя дома установить на свой телефон люксометр и посмотреть где у вас в доме имеется нормативный уровень света или где у вас идет переизбыток и переосвещенность следующем за светом всегда шло и говорила нам с древности что если съесть свет то рядом находится и тепло тепловое загрязнение тоже весьма частое явление и может весьма опасным быть она проявляется из различных источников тепла это энергостанции тепло различные тепловые которые выбрасывают огромное количество тепла воздух транспорт тепловые сети которые идет тепло в наши дома и горячая вода также не забываем и простых историй источников это обогреватели неплохая термоизоляция домов из которых за которых у нас идет потеря тепла и чем же она также опасно это тепловое загрязнение загрязнение мы можем его почувствовать помощью обычного термометров различной направленности она влияет на развитие цикла растение представьте если зимой вдруг произойдет авария разогреет рядом теплом то может произойти так что растение начнет раньше времени цвести почувствовав смену погоды и подумал что наступила весна но авария закончилась мы из-за и прикрыли горячую воду но произошло следующие природа не казалось неготовым с резким с новым заморозком влияние изменение климата и глобальным потеплением даже влияет тому что кроме тепла и это громко горных газов которые создают парниковый эффект который задерживает огромное количество тепла тем самым повышая температуру из его воздуха а ведь слишком теплая погода зимой приводит появление огромное количество различных вредителей сельском хозяйстве перемены развития насекомых который может привести проблемам развитие растений и сами растения могут сильно повлиять и обморозится и по и даже погибнут чрезмерно засухи вызвано этим большим потеплением либо даже тепловым ожогом вплоть до даже пожаром в случае тоже страдает особенно водоемы сливая горячую воду из домов вода повышается температура которая может превысить ту температуру которую могут пережить многие водные обитатели из выше 50 градусов вода на берет вода свыше 40 градусов начинается массовый замор рыбы рыбачно гибнут именно в иные погибают начинает активно размножаться бактерии за илевая и засветает вода она покрывается огромным количеством водорослей и она начинает за илеваться и водоем умирает прощается неприятно пахнущее болото следующее наше загрязнение которое вызвано физикой это электромагнитная на данный момент она и сама спорная и всех которые появляются так как много доказательность лей на человека мало такая зума и сложно доказуемое нет и уровне действительно влияют особенно чрезмерные высокие частоты как и лично микроволновое излучение каждый знам знаком многих из вас дома есть микроволновая печь который с помощью микроэлектромагнитных микроэлектромагнитных волн озаривает пищу также может и повлиять и на живу другие живые объекты тем самым наблюдая избивая людей различные физиологические аспекты также зачастую бывают случаи что влияет нет и животные электромагнитные чувствительности ориентируясь на магнитное поле земли чрезмерное магнитное излучение нарушает миграции животных и их естественная навигацию сейчас нас окружает огромное количество источников его это наши телефоны компьютеры лампочки и множество другое электромагнитное устройство которое постоянно излучает него многие из них могут насти вред и чрезмерным количеством а другие никак не влияют но из-за этого носа то что спорности и сложности определение влияния мы прости весьма неприятную истории когда люди тоже из-за чрезмерной паники могут совершать необдуманные поступки как сейчас с вышками 5g которые люди по незнанию чрезмерно боятся и думаю что они являются источником различных заболеваний хотя эти источники этих заболеваний является чрезмерная уровень стресса и мнительность людей так как эти электромагнитные волны присутствуют нашем жизни постоянно даже с наша земля это огромный электромагнитный источник электромагнитных волн который защищает нас от множества различных излучений и она нам необходимо но главное внимательно присматриваться влияние может и есть люди которые обладают этим проблемной и сверхчувствительности но зачастую это оказывается сама навязывающие синдромы которые связаны чисто психологическое а не физиологической проблемой это очень излучение конечно мы знаем телефона ламжи а также как можно видеть на экране многие люди чрезмерно пугаются этих устройств тем самым создавая паненьки и стрессовые зачастую не влияет не только сильно электромагнитное излучение как всевозможные слухи и домыслы об его влиянии на организм повышая тем самым уровень стресса человека и пуша его страх перед электроприборами которые современности становится все менее менее излучает старые приборы это действительно создавали огромные уровни излучения которому даже качестве влияли и влиять на человека но современные приборы все меньше и меньше выделять электромагнитного волн и можно ставить а если вы так чрезмерно боитесь электромагнитного излучения то вам для вас плохие новости увы мы не увидимся на волнах радиоволн видео тогда придется сказаться от вам вам полностью от всего электрического у вас доме но не каждый готов пойти этот шаг и уйти отшельником глубоко в лес от всех электроприборов сенам все таки нравится комфортная жизнь с нашими любимыми гаджетами следующее самое важное и распространенное всем знаем радиоактивное излучение это иноизирующее излучение радиация слово которое пугает нас множество раз мы его боимся и от страха настрою страны чем же она так влияет и сейчас мы это внимательно посмотрим и на этой ноте мы подходим конец нашим занятиям и так мы познакомились разными видами источник загрязнения вы увидели как можно из из самим домашних условиях проводить эксперименты и выявлять у себя различные виды этих физических загрязнений вам я дам совет можете установить несколько программ и попробовать посмотреть какие уровни загрязнения находится дома конечно самый лучший вариант готовы устройства которым называются мультиметры которые способны замерять различные показатели и радиацию и это магнитное излучение различные и даже световые но такие комбайны которые собирают себя очень много из числов может иметь большую погрешность вечно лучше использовать специализированные устройства и оборудование вам желаю просмотреть и делать интересное открытие и по будущем защитить нашу планету от неприятных проблем до скорой встреч ребята